Из-за подтоплений в трёх районах края введён режим чрезвычайной ситуации. Наиболее сложное положение складывается на территории нашего муниципалитета. В зоне подтопления оказалось более тысячи придомовых территорий. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, министра гражданской обороны чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, Сергей Штриков посетил Славянский район, чтобы на месте оценить ситуацию и принять дальнейшие меры по ликвидации последствий подтоплений. На сегодня в районе остаётся подтопленными 1065 придомовых территорий. В 355 домов зашла вода. В зоне подтопления оказались жители Славянска-на-Кубани, посёлка Совхозного, Станицпетровской и Анастасиевской. Там такая же ситуация во всех домах, да, в той комнате? Ну, пройдите, посмотрите. А не, ну, чтобы не там заходить. Вот, вот, на полу, срочке на полу. Да, в дальней комнате вообще. Ну, я говорю, что 30 лет. Да, всё в воде. Мы вчера качали. Тут всё, там, помпу ставил, мы выкачивали. Что, хотя бы воду выкачать. Ну, понятно, понятно, понятно. Ну, котёл включили, да, уже топить. Министр ГОИЧС Края Сергей Штриков совместно с главой района Романом Синеговским и главами сельских и городского поселения осмотрели наиболее пострадавшие от подтоплений улицы и дома, пообщались с жителями, выслушали их жалобы и просьбы. Наиболее сложная ситуация сложилась на территории Славянска-на-Кубани. В городе остаются подтопленными около 600 придомовых территорий. Почти в 330 домов зашла вода. В пункт временного размещения, расположенном в парке отеля «Уют», эвакуировали четыре семьи с детьми. Дополнительный эвакопункт на 500 мест развернут в пятой школе. Во всех подтопленных населённых пунктах продолжает в круглосуточном режиме работать водоткачивающая техника, но ситуация по-прежнему остаётся сложной. Территориально Славянский район расположен в низине. Из-за обильных осадков и снеготаяния почва перенасыщена влагой, каналы переполнены, и скопившейся воде некуда уходить. В откачке воды задействованы более 130 единиц техники. Все привлечённые силы и средства работают в усиленном режиме. После осмотра территории министр провёл итоговое совещание, на котором обсудили меры поддержки гражданам, пострадавшим в результате ЧАЭС. Главам пострадавших территорий необходимо вместе с представителями министерства ГЛЧС Края отработать все обращения жителей. Те проблемные души, которые мы сегодня проезжали, на самом деле и больше. В прошлом месяце с аппаратом министерства нашего отработать то количество жалоб, которые поступило из администрации Края, в адресе ГЛЧС Края. Также Сергей Штриков отметил, чтобы в будущем избежать подобных потоплений, нужно создавать водоотводные системы, комплексно и системно поддерживать их работоспособность. Анна Монастыренко, Игорь Ванчуков, программа События.